Всех исцелял. И там написано лунатиков и прокаженных, и одержимых, и бесноватых. Всех исцелял. Иисус Христос вчера, сегодня, и вовеки тот же. Давайте еще одну посмотрим историю. Девятая глава Евангелия от Матфея. Мне нравится эта история. И вот принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И видя Иисус веру их, сказал расслабленному, дерзай, чадо или дитё, или ребёнок, прощаются тебе грехи твои. Заметьте, у этого человека расслабленного не было веры. Видя веру чью их, тех, кто принес этого больного. Но была проблема одна относительно этого человека. Этот человек когда-то согрешил. И он просил Бога простить его, но он не верил, что Бог его прощает. Я не знаю, сколько лет он просил. Он мучился, его это терзало. Его это удручало. Дьявол ему всё время напоминал. И когда он заболел, у него не было веры принять исцеление, потому что он не верил в Божью любовь. Он не верил даже, что Бог его может простить. Потому что, если ты думаешь, что прощения ты можешь принять, а исцеления нет, то у тебя, наверное, нет веры принять прощение. Потому что это то же самое. Ты принимаешь верой. И прощение ты принимаешь верой. И исцеление ты принимаешь верой. И человек, он оказался в такой ситуации, потому что у него не было веры в любящего Бога, который может не то что исцелить, простить вроде как не может. А Божья любовь, она всегда решает вопрос в корне. Мы пытаемся там с плодами иметь дело. Бог видит корень. Поэтому иногда ты ожидаешь такое слово, а тебе приходит другое слово. Потому что Бог работает с корнем. И он не говорит одному, он не начинает с исцеления, он говорит, прощаются тебе твои грехи. Иисус знал, в чем проблема. Что этот человек мучился, и он не мог принять прощение, он не мог себя простить. Знаешьте, друзья, нам надо не только принимать прощение, надо научиться себя прощать. Если ты не можешь себя прощать за ошибки, то однажды ты будешь весь на нервах, ты просто будешь всех вокруг себя, потому что ты и других прощать не сможешь. Благодать, которую ты принимаешь для себя, ты тогда силен эту благодать распространять на других и прощать их. И иногда Бог хочет, чтобы ты увидел, какой ты на самом деле нехороший человек, редиска. Для чего? Чтобы ты научился других прощать. Когда ты же одни редиски вокруг, и ты один такой огурчик. Понимаете? И Бог тебе говорит, познакомься, дорогой, вот ты какой. И я тебя прощаю уже много лет. Терплю тебя. Так потерпи ты других, они лучше даже, чем ты. В чем-то, да? И вот мы, как редиски, приходим к Господу. Господь делает с нас нормальные фрукты. Знаете, слышите, еще тот фрукт, да? Это Аверующий. Еще тот фрукт. Что-то такой, хороший персик, да? И вот этот человек, он не мог себя простить. Наверное, что-то сделал не очень хорошее. Нам всегда, знаете, у нас же тоже весы есть, да? Здесь, ладно, я себя могу простить, а вот здесь уже как-то сложно. Ну, и знаете, вот настолько этот человек был закрыт от Бога, что он не услышал, что Иисус ему сказал, и он не смог. Я хочу тоже, чтобы вы нарисовали картину. Я, когда читаю эту историю, она мне так нравится, я вижу эту картину. Этот человек, он трясется от страха внутри. Он знает, что Иисус его насквозь видит. Иисус видит его грех. Иисус не обращает внимания на этих людей, которые его принесли. И он говорит, прощаются тебе. И смотрите, как он назвал ребенок, да? Дитя. Приятно, да, когда тебе кажется, что, по идее, проклясть тебя, наверное, должен Бог. Он тебе говорит, дитя. Дитя, прощаются тебе твои грехи. Тому дитю уже 90, да? А он все. Дитя, прощаются тебе твои грехи. Прощаются тебе твои грехи. А он не реагирует. Но некоторые из книжников, они опять-таки отреагировали. При этом некоторые из книжников сказались сами в себе. Он богохульствует. Они не вслух это сказали, они думали так. Но Иисус знает мысль. Иисус же, видя помышление их, сказал им, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших. Ибо что легче сказать? Прощаются тебе грехи или сказать, стань и ходи? А вот что легче сказать? Прощаются тебе грехи, потому что это никак не проверишь. Когда тебе говорят, прощаются тебе грехи, это никак не проверишь. Что легче сказать? Конечно, легче сказать прощаются. Но для того, чтобы вы поверили, я говорю тебе. Смотрите, как он опять обращается к человеку. Вы думаете, что он отвечал фарисеям? Его не волнует. Иисус, а не волнует, что фарисеи думают? Его волнует этот человек, который не может принять, который не может поверить. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда, говорит, кому он это опять говорит? Расслабленному. Я хочу, чтобы ты знал, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. И теперь говорит, встань и ходи, забудь свое прошлое, начни ходить. И он встал, взял постель свою и пошел в свой дом. И здесь дальше сказано, в другом месте, значит, сказано, что он всех исцелил. Всех исцелил. Второе корида 4.10. Итак, мы говорим о мышлении сегодня прежде всего. Смотрите, как Павел мыслит.